Первый день первенства Европы по карате стартовал с бесконтактного вида соревнований. По-японски он называется като. Это индивидуальные состязания. Каратисты выходят на татами и бьются с воображаемыми противниками. Като содержит все виды техники карате. Судьи оценивают скорость, умение управлять мышцами и дыханием. Важно все – выход и уход с татами, внешний вид, ну и, конечно же, зрелищность. Свой бой с тенью спортсмен ведет с полным напряжением физических и моральных сил. Всего на первенство Европы по карате, в котором принимают участие юноши, девушки, юниоры и юниорки, в Сочи приехало около двух тысяч каратистов из 51 страны. Конкуренция весьма высока. Впереди летние юношеские Олимпийские игры, которые пройдут в Аргентине в октябре. Карате в программе игр будет представлено впервые. Отбор очень серьезный. Будет участников на Олимпийские игры юношеские всего, в каждом весе по 10 человек. То есть на все 200 стран получает участников всего будет 60 человек. Представляете, какой будет отбор? Соревнования проходят на одной из лучших площадок Сочи на базе Югспорта в Айсберге. Людовую арену быстро переоборудовали в современный зал для карате. Кстати, здесь же, в Сочи, российские каратисты перед самим турниром проводили тренировочные сборы. Так как спортсмены со всей нашей огромной страны, все-таки северные регионы требуются какое-то время для акклиматизации, здесь были созданы хорошие условия для того, чтобы спортсмены были уже во все оружие, организм адаптировался под местные условия. Всего в первенстве Европы участвуют 48 российских спортсменов. В национальную сборную удалось пробиться и сочинцам. Наших сочинок, в национальной сборной, два человека, Лиана Имнадзе и Дана Кабулова, они будут выступать завтра. Чтобы сюда попасть, в нашу российскую национальную сборную выступить, нужно было выиграть, либо войти в финал национального чемпионата, то есть первенства России. Кроме ката, в программе европейского первенства пройдут соревнования кумите. Это контактный вид состязаний, бой с противником. Медали, на которые наши спортсмены вполне могут рассчитывать, уверяет тренерский штаб, будут разыгрываться в личном и командном зачете. Завершится турнир 4 февраля. Кстати, вход на соревнования бесплатный.